Вакцинация, она делается бесплатно, и это очень странно. Я считаю, что это нужная мера, вынужденная. Влияет на ДНК человека, и человек становится агрессивным. Привись, замороженка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Категорически против. Мое глубокое убеждение, что она вредна. Влияет на ДНК человека. И человек становится агрессивным по итогу. И не раскрываются потом в итоге, скажем, дары, таланты, творчество человека в полной мере. На кроссе вакцинации наша семья переболела. Белок человеческий на абортивном материале, спутник, моей семье прививаться не будет. Я отношусь положительно. Вакцинировался вторую прививку, сделал 5 апреля. Жена сегодня вакцинировалась первый раз. Я себя чувствую хорошо, ничего не почувствовал. Не было ни повышения температуры, ничего. А у супруга вроде тоже. Двояка. Двояка, нет, не делали. Мы не вакцинировались, потому что решили отложить к сезону. Честно говоря, негативно. Потому что эта прививка еще не изучена. Вот, поэтому я не хочу ее делать. А слишком мало было исследований проведено. Я не очень доверяю той статистике, которая сейчас есть. Я чуть-чуть хочу подождать. Прежде чем вакцинироваться, нужно все-таки узнать, есть ли у тебя антитела и в каком они количестве. Потому что если ты делаешь прививку с высоким уровнем антител, велик риск того, что у тебя будут очень тяжелые последствия вакцинирования. Я не считаю нужным. Я переболел коронавирусом. Мне этого достаточно. Я в ближайшее время планирую сделать вакцину, да. Осталось я сделаю просто несколько тестов. В частности, ПЦР, потому что вдруг я уже заболел, и не хочется сделать вакцину сверху. Вот завтра я сегодня просто уже покушал. Сами понимаете, кровь сдать не выйдет. И, собственно, завтра встану, схожу, задам кровь, дождусь результатов и в гуме привьюсь за мороженку. Вакцинация, она делается бесплатно. И это очень странно. Ни с того ни с чего вот это вот все появилось. Мне кажется, это та же самая история, что с проверкой косметики на животных также проверяют эту вакцину на людях. Я считаю, что это нужная мера, вынужденная. И я думаю, что в любом случае это из Москвы потом перейдет в регион. Я думаю, что это обязательно. Это может спасти как бы очень много населения нашей страны. Нельзя принуждать людей, что здоровье каждого человека – это личное решение. И я тоже против этого. Человек сам волен выбирать свою судьбу. И то, как он будет лечиться, какую профилактику будет получать. Я считаю, что это неправильно заставлять людей это делать. Либо вводим в обязательном безограничении. Все прям обязательно. Вот в таком, как сейчас, как-то это будет не так. Если на работе мне придется вакцинироваться, я уйду с работы. Ну, я не являюсь частью сообщества чиновников или работников сферы услуг. Но в целом положительно. Потому что закрывают парки, но не закрывают рестораны. Понятно, что это сделано. Потому что малый и средний бизнес тяжело переносил первый локдаун. А всем денег давать не получится. Поэтому, видимо, как единственный из всех адекватных мер, я думаю, что это хорошая идея. Окей. Ну, у меня есть автомобиль, но я бы попытал, к счастью. Неплохое подспорье, да. Нет, конечно, мне за миллион рублей машина не нужна. Вот если бы за пять миллионов, я бы еще подумала. Это шанс один на миллион. Мне кажется, это такой же рекламный ход, дабы привлечь большее количество людей для вакцинации. Рабоче-крестьянское такое развлечение, наверное, я думаю, что да, все любят что-то разыгрывать. Поэтому я думаю, что это сработает наверняка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова